ТОП СПОРТ В начале нашей беседы у нас есть коротенькая справочка. Да, сейчас вы, если кто-то все-таки не знает Дениса Юскова, если есть еще два таких или даже один такой человек, то мы специально для вас сейчас это можем продемонстрировать. ДОСЬЕ Денис Юсков, российский конкобежец, заслуженный мастер спорта России. Одиннадцатикратный чемпион России на различных дистанциях, в том числе трижды в классическом многоборе, где мужчины бегут на 500, 1,5, 5 и 10 тысяч метров. Участник Олимпийских игр в Сочи, многократный победитель и призер этапов Кубка мира и финала Кубка мира на дистанции полторы тысячи метров. Бронзовый призер чемпионата Европы, а также бронзовый и серебряный призер чемпионатов мира под конкобежному спорту в классическом многоборе среди мужчин. Бронзовый медалист чемпионата мира 2012 года в командной гонке, серебряный призер чемпионата мира 2016 года на дистанции тысячи метров. Трехкратный чемпион мира на дистанции полторы тысячи метров, в том числе 12 февраля 2016 года на чемпионате мира в Коломне, где Денис победил, установив новый рекорд Кубка. Обладатель абсолютного рекорда мира и России на три тысячи метров. Здесь нужно еще добавить. Спортсмен-инструктор команды ЦСКА. А, ну ты добавил. Да, все. Можно уходить, да? Не дождетесь. Ну, Денис, расскажи, пожалуйста, ну вот как тебе далось нынешнее чемпионство? Да, я совру, наверное, если скажу, что легко. Не надо брать. Да, прошел целый сезон, было проделано много работы. И, в основном, конечно, я доволен, как и, думаю, большинство нарболейщиков. Денис, а можно этот сезон назвать идеальным? Ну, пока нет еще. Сезон не закончен. Через две недели нас ожидает интересный старт, который пройдет в Берлине. Как раз то самое многоборье, которое состоит из четырех дистанций. Самый длинный, самый короткий, 510 тысяч метров. И также есть средние, полтора километра. Трудные соревнования. Плюс после этого, через неделю, будет как раз заключительный старт этого сезона. Финал Кубка мира, где мы там тоже претендуем на данный титул. Денис, а что такое вообще для тебя, если, ну, наверняка ты для себя сформулировал уже, что такое для тебя идеальный сезон? Вот что нужно, что должно произойти? Ну, ты примерно как Пашка Кулишников. Выиграть все старты, в которых принимаешь участие. Реально? Ну, опять же, на примере Пашки видно, что реально, да. На моем примере в этом году я сделал большой шаг. И на этапы Кубка мира, по-моему, три победы. И они из шести этапов есть. Поэтому в эту сторону мы двигаемся. И надеюсь, что в следующем году я тоже докажу, что это реально. Да. Ну, может, ты докажешь. Слушай, тут у нас девчонки ездили, да, следить за твоими выступлениями в том числе. Но и ты рассказывал про какой-то сон, который тебе приснился. Можешь повторить, что за сон такой? Действительно, был сон. И был он уже под утро буквально. Я проснулся от него. Мне приснилось то, что я уже пробежал. Это перед полторашкой было, правильно? Да, 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 да. В ночь перед полторашкой. Полторашка – это полторы тысячи метров. Не подумайте ничего такого. Да, да, да. Почему он вызвал столько эмоций? Потому что вся неделя была достаточно нервной. Ежедневно были как бы трудности с тем, чтобы заснуть. Потому что ты все время думаешь об этом. Пробегаешь прям перед сном каждый раз дистанцию не по одному разу. И вот буквально накануне полуторки мне приснилось то, что я уже выиграл. Но некое сомнение у меня было во сне. И даже во сне я подумал, что, возможно, мне это приснилось. Я спросил у главного тренера. Я говорю, а я правда выиграл? Он говорит, правда, правда. И поступило прям такое облегчение. И после этого я проснулся. После этого мы заподозрили Денис тебя в дружбе с голландцами. Ну, нет, мы вообще со всеми странными дружим. Я понимаю. А Крамер сбежал, что ли, после десятки? Нет, почему после десятки. Кстати, да, в этом году он отказался от командной гонки, которая была как раз между 10 километрами и 5 километрами, чтобы больше сконцентрироваться на 5. И я думаю, что это было правильное решение, потому что тот результат, который показал его соотечественник Юрид Бергсма, действительно выдающийся по секундам. И уж я не знаю, если бы побежал Крамер в командную гонку, смог бы ли он в очередной раз выиграть 5 километров? Ну, наверное, нет. А тут уже у нас вариации пошли. Юскову приснился сон, проснулся, а он едет на чемпионате мира полторашку. Во сне. Ну, и еще была такая, просто у нас тоже пленка записана, да, что на тысячу метров ты поедешь и будешь дразнить соперников. Ничего себе ты там надразнил себе медальку. Ну, да, в этом году мы решили чуть больше внимания уделить тысяче, но прежде всего для меня это как подготовительная часть для полутора километров, потому что раньше я соперником на полутора тысячах метрах проигрывал первую часть дистанции. На сегодняшний день я могу сказать точно, что та тактика, которая была выбрана с тысячи метров, она работает. И на первых дистанциях я бегу уже со всеми как наравне, самыми быстрыми, кто быстро начинает, а вторую часть так же доезжаю, что и дает преимущество. Поэтому тысячу, ну, да, действительно, отчасти я так ее воспринимаю, там, подергать соперников, потому что мы с большей частью спринтеров пересекаемся только на этой дистанции и другого момента, чтобы их там как-то завести, нету. Денис, до недавнего времени у меня складывалось такое впечатление, что Коломна для голландцев как дом родной. Они очень хорошо там выступали постоянно. В этом сезоне, вот на этом чемпионате мира, ну, очень хорошо выступила именно наша сборная. Вы что, удалось как-то переломить в первую очередь себя, с собой разобраться? Или же голландцы действительно понимают, что реальная конкуренция, им спокойного житья дальше больше не будет? Ну, мы постараемся приложить к этому и руки, и ноги. Да, вот, но в целом, на самом деле, у нас не так часто проводят старты, особенно в Коломне, я не знаю, за 7-8 лет, по-моему, два старта всего было в восьмом году, чемпионат Европы, и после этого проводили один раз этап Кубка мира. Поэтому какую-то, такую статистику здесь отледить, что голландцы у нас там очень хорошо выступают, нету. Но в то же время можно, да, заметить то, что в этот раз мы просто не подкачали. Это, да, это самый успешный чемпионат в истории Российской Федерации. Голландцы в Сочи хорошо выступили. Да, да, очень хорошо. И после Сочи, на самом деле, остался такой осадочек некий, как раз потому, что это было дома. И, ну, просто на каждой дистанции они, там, по два, по три подиума забирали. И действительно что-то такое удивительное. Здесь до сих пор не поддающиеся, наверное, какому-то объяснению. На самом деле, объяснение, наверное, этому есть. Вот вы, общаясь с ними, да, понятно, что зимние Олимпийские игры. Ну, вот сборная Голландии где еще может завоевывать медали? Только там, они только там и брали. Вот, нет, я о чем и говорю. Это, грубо говоря, национальный вид спорта, государственной важности. Потому что, если они на зимних Олимпийских играх не возьмут медали максимально в коньках, они там больше нигде ни за что не зацепятся. Вот они это понимают, Денис, вот удавалось как-то это выяснить или нет? Да, конечно, понимают и ни для кого абсолютно не секрет, что конькобежный спорт для Голландии – это спорт номер один наряду и с футболом. И, естественно, у них и контракты есть, и очень развита командная борьба на уровне страны. Ну, вся система, скажем так, очень продвинута и дает такие плоды, какие мы видим. Потому что очень большая скамейка запасных у них. Если кто-то не сможет пробежать, тут же найдется один, два, три человека, кто на том же уровне сможет выступить. У нас пока это не так, но мы движемся в этом направлении. И, опять же, хочу отметить, что шаг большой достаточно сделали в сравнении даже с Олимпийским годом. Что конькобежный спорт для Голландии, мы выяснили, что он для нас? Для нас как раз очень показательным был вот этот чемпионат. И хочу в очередной раз сказать всем болельщикам большое спасибо, потому что в шоке были даже голландцы, которые отмечали, что это круче, чем в Херенвене. А Херенвене – это мека конькобежного спорта издревна. Вот, поэтому у голландцев создалось такое впечатление, что, наверное, у нас сейчас конькобежный спорт номер один в стране. Это прекрасно. А просто в Крылатском бы не собрались тут? Сложно сказать. И я не знаю ответы на этот вопрос. Но Коломна, мы тоже знаем, имеет большие традиции в плане конькобежного спорта. И маленький городок, и все там живут спортом. Плюс на стадионе было очень много людей, которые бегали, лично знакомы. Вот я очень много таких знаю. И, увы, не всем получилось достать билеты. Даже так? Это уже хорошо. Да. К сожалению, для тех людей, которым не удалось помочь с билетами, это просто здорово. Да. Да, неожиданно. Хороший заход! Хороший заход. Но я надеюсь, там в Коломне в оранжевые ничего не красили, трипоры там нет. Вот что и странно, что в этот раз как-то очень, ну, немного было иностранцев. На соревнованиях в Европу они, конечно, поход не приезжают, привозят оркестр, развлекают публику. Здесь же в Коломне мы, конечно, вне конкуренции были, все были практически наши болельщики. На цветах были? Да, на цветах. Но и, кстати, иностранцев тоже поддерживали, что вот отличительно. Как раз тоже Голландии, когда бегут спортсмены из других стран, все так... Тихо. Достаточно спокойно, да, проходит. Ну, я не знаю, чтобы их расшевелить, надо что-то такое невероятное показать. Тогда, конечно, они тоже подключаются очень здорово. Но наши поддерживали всех абсолютно. Естественно, своих больше всех. Я еще раз хочу сказать спасибо им. Спасибо им. Мы продолжим разговор с Денисом Ясковым после небольшой паузы. Я даю такой толчок. Что, вот что вами движет вот в этом плане? Алексей, вы знаете, вы тоже не похожи на ведущего радиостанца. Ты что, то, что ты слишком? Нет, это я, наверное, не похож тоже, да? А я похож, нет? Похожи, похожи. Ну, все люди разные, не знаю. Я такой, наверное, по жизни сам по себе. Это помогает чаще, Денис? Или, может быть, мешает в некоторых моментах? Я думаю, помогает, но это тоже... У меня есть свои переживания, но просто я их чаще как бы в себе стараюсь как-то сам с ними разбираться. Или там с очень близкими людьми, самыми близкими. Единственное, кому я могу доверить, но в целом я позитивнее, мне кажется. Это прекрасно. Ну, просто некоторые товарищи, которые тоже себя считают позитивным, надевают футболки там самые разные, провоцируют людей. Вы бы вот какую футболку надели, точнее? Я последнее... Под комбинезон? Да, под комбинезон, чтобы показать всем. Не, не, там только она такая белая, и все просто белая, без всяких надписей. Главное же, главное, чтобы удобно было. Это традиция? Это примета? Ну, это да, это, наверное, я бы сказал, что это традиция, да. Всегда, в принципе, одна и та же майка у меня под комбинезоном. Денис, ну, мы не могли не дать возможность нашим слушателям с вами побеседовать. Андрей дозвонил, здрасте. Здравствуйте, Денис, управляю вас первым местом. Завоем не дали мне пять лет. У меня вопросик у вас такой. У меня дочки 8 лет, она очень любит шорт-трек и только бегнуть спорта смотреть и кататься. Она будет высокая. Как вы посоветуете, заниматься продолжением шорт-треком, либо переходить на большие коньки, на большой кровь? Спасибо большое. спасибо вам спасибо большое за поздравление во первых значит во вторых что касается шортрека и конькобежного спорта я думаю на самом деле на этом этапе там 8 лет будет высокой нет это на самом деле не имеет такого большого значения шортрек и конькобежный спорт это смежные виды спорта и даже на сегодняшнем примере могу привести такой пример а юрий терморс конькобежка из голландии которая занимается шортреком и очень мечтает о медалях наш именно на шортреке в олимпийский в олимпийский сезон как раз в сочи с утра отбежала шортрек вечером пришла на каток на большую дорожку на вал и выиграла просто так между делом полтора километра на олимпийских играх и и также я слышал в ее высказывание что она готова поменять там две медали конькобежного спорта на одну из шортрека вот но в целом наверное что больше нравится туда и надо идти вот у меня сын адрян 6 лет ему и он пока ходит на шортрек сам папу любит просто ну может быть я его не заставлял попробовать нет больше того скажу мы ему уже используем и не первый год используем шортрек и точно точно кто назовем это сборная россии по конькам вся сборная а что используете именно в тренировочной процессе да 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 ну обычно это летом происходит в августе месяц целый месяц мы делаем полноценные тренировки на шортреке зачем ну как раз большая польза для поворота от шортрека ну и плюс вообще как бы физику там тоже хорошо она тренируется потому что там много поворота и много молочной кислоты за лето накопившиеся уходят денис а вот именно попробовать на высоком уровне или вообще не задумывался или все-таки вот проскальзывал в главе да не у нас она мне комплектация не позволит рост конечно играет значение если посмотреть на всех лидеров мирового шортрека то понятно становится то что тенденция все-таки к спортсменам более низкого роста потому что там тактика играет большое значение также это очень травмоопасный вид спорта хочу отметить как раз на последнем этапе полторы недели назад голландский спортсмен получил там тяжелейшие травмы пару ребер ему сломали вот борьба идет до последнего шага там и они все толкаются и круг маленький то есть дома то в тоже маленькое расстояние сложно сгруппироваться вот все равно очень красивый спорта кстати в этом году помните дача 5 европы в колонне который проходил да прям вот в этот раз мне бы я много раз смотрел шортрек но вот здесь вот прям зацепило и может тоже кстати в этом виноваты наши коллеги по цеху очень здорово выступили семян первый раз стал чемпионом европы имена или страта да и семена или страта ну ну просто не все знают про кого семена и жене кургиняна денис скажи пожалуйста а вот уж коль мы заговорили о комплекции для коньков она имеет значение ну в целом можно проследить тоже как как спортсмены поменялись немного и это касается именно комплекции какими они были какими они стали они были гораздо крупнее потому как мы знаем что ранее конькобежцы выступали на открытом воздухе и естественно помимо помимо усталости им приходилось бороться еще и с погодными условиями такими как ветер снег мороз и так далее то сегодня мы можем видеть совсем таких вот щупленьких спортсменов в этом принципе разница щупленьких сухих это очень хорошо да мне я просто у меня лично есть к одному парню из бельгии я изначально как бы на полторашку всегда готовился и тут появляется парень из бельгии ролика бежица в этом году мировой рекорд установил на марафоне и тоже вот он в ту же ту же точку начал бить что я полтора километра и было пару сезонов когда он показывал высокое время выигрывал даже пару этапов и мы как переодевались в одной раздевалке я смотрю него ножки такие наверное не знаю как у меня руки и думаю полтора километра это серьезная дистанция здесь надо надо быть сильным парень ты куда он он долетел допрыгал денис а вывод какой что не имеет комплекции до значения ну по сути по своей нет нет главное что быть сильным и хорошо кататься ну понятно что имеет значение давайте так быть сильным хорошо кататься что еще ну самое важное хорошо кататься все таки понимать просто потому что конькобежный спорт это крайне сложный технический вид спорта ты можешь быть наголо сильнее всех и мы ежегодно проводим различные тесты которые которые дают нам возможность отследить свое физическое состояние из года в год добавляем и не добавляем и все это теряет какой-то смысл если ты не обладаешь определенным набором технического ну определенным техническим арсеналом но с этим понятно тех не с техническим арсеналом вот скажем вот в свое время да пловцы какие-то костюмы там выгадывали себе какие-то доли секунды и так далее в конькобежном спорте что то есть такое безусловно есть и могу сказать что как раз неделю назад я попробовал ноу-хау как комбинезон нет комбинезон в котором использовались использовалась карбоновая нить такой вот ох это кто-то подсказал зайцев наверно или юдашкин нет мы были в декабре на этапе кубка мира в голландии там как раз есть завод который который шьет конькобежцам целый завод но как бы условно маленький да будем говорить цех и там они как раз объявили о том что вот такое какое-то мини открытие они сделали мы попросили там пару пару тренировочных комбинезонов еще это не внедрено на сегодняшний момент но в целом мне понравился я в нем даже упал за за неделю до чемпионата показать кого нет я разогнался очень быстро и в повороте я не знаю то ли конек не выдержал то ли ну не знаю в целом мне очень понравился и при падении он даже не порвался вот что он дает карбоновые нити они ничего дают облегание облегание и комбинезон должен помогать тебе облегчать так скажем нахождение вот в этой позиции который да в которой движется спортсмен одну секундочку не ну при всем отношении до голландии конькобежному спорту пусть даже всего-навсего один цех сколько у них конькобежцев в стране сложно посчитать а у нас можно посчитать у них больше больше сотни только конькобежных катков на на территории голландия мы знаем какая голландия маленькая поэтому на душу населения на самая самая богатая страна на катки больше сотни и у нас коломна челябинск крылацкая да но это что касается крытых не естественно у нас есть и открыт у нас побольше чем три катка в стране но в целом не открытый мы можем вон на волге залить ну да но тут еще размер имеет значение потому что туда лена да смотри да можно по ней катиться и катиться можно стоит построить голландию такую маленькую да а на открытом воздухе тренируетесь нет все только летом только летом а вообще в голландии насколько я знаю есть такие соревнования там по каналам участвуете приглашаю есть такое пока не не приглашают и я бы честно сказать наверное пока на сегодняшний день отказался бы от такой возможности но ведущий конькобеж как раз голландским ра люди которые бегают длину очень хорошо они как раз там принимают участие я думаю что многие наверное кто кто бегает у них марафоны могли бы нара попробовать свои силы но и ежегодно принципе мы увидим то что один там два спортсмена подключаются к большой дорожке как правило они сразу выходят на самую высокий уровень чего ты бы отказался дениса как бы то ради имиджа просто у меня ну это наверное только после после того как я все свои дела сделаю на своих дистанциях которые на сегодняшний день ставлю в приоритете вот именно нарпайты причине потому что приоритет на сегодняшний день другие ну что ж я напоминаю что в гостях у нас трехкратный чемпион мира по конькобежному спорту денис юсков у нас еще много очень интересно вы можете кстати звонить задавать свои вопросы денис он на них с удовольствием ответит 22 минута друзья внимательными будьте пожалуйста на дорогах артем дроздов алексей золин программа топ спорт нас гостях трехкратный чемпион мира конькобежному спорту денис юсков денис а что кроме конькобежного спорта я вот смотрю у вас шарфик цска лежит на столе просто так я спортсмен инструктор а поэтому спортивного клуба всем инструкторам выдает не обязательно только пришел инструктирует и начни с инструктаж шарфик но с цска цска связан уже шесть по моему шесть или семь лет если меня не ошибаюсь не изменяет память вот представляю нет флаги этого клуба чтобы кайрат кайрад это клуб такой казахстан нет ну ты же катался когда-нибудь на бидео да нет нет тогда нет так вот процесс к 1 6 лет уже до 6 лет я представляю этот клуб также как вы уже заметили спортсмен инструктор и очень рад представлять факт по клуба потому что как мы знаем цска воспитал огромное количество великих спортсменов легендарных даже поэтому есть как-то чуть-чуть неудобно даже чувство чего ну потому что там легенды в цска всегда такие спортсмены я пока только в начале пути ничего себе но если такой начал трехкратный чемпион мира это неплохо скромность конечно украшает людей но трехкратный чемпион мира с учетом того что ну не так часто в нашей стране случаются большие победы показатель большой с учетом того что как ты сам уже не отмечал неоднократно интервью что у тебя по сути ну все только начинается ну да но у меня свое отношение к этому и естественно расставляю на какие-то приоритеты по соревнованиям и чемпионат мира и чемпионство именно в мире пока не дает мне причины там думаю что вот там я уже частично что-то сделал пока еще нет пока только для олимпийские игры только на это способны но победа денис ну да да пока я только победа на медаль ничего да я когда сочи приехал как раз я и думал только первом месте и вот видимо не второе не третье потому что не первое поэтому только четвертое но ты туда приехал в рангере в ранге рекордсмена мир на трех тысячах метров на трех тысяч метров да 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 не на самом деле чё там я был хорошо готов просто олимпийские игры это тот старт на котором имеет место имеет право быть какие-то неожиданности и у кого-то наверное сверх какая-то мотивация не знаю для меня это были первые олимпийские игры естественно сейчас я понимаю что опыта было мало хотя на тот момент меня это вообще не парило я думал что все это ровным счетом для меня ничего не значит вот но я увидел то что бывает неожиданности и для того чтобы быть в чем-то уверенным нужно приезжать туда чтобы был уже какой-то запас над соперниками перед этим поэтому я думаю что большая часть работы нара проводится еще до олимпийских игр по устрашению соперников так нет но это говоришь интересные вещи я с этим столкнулся правда в другом коньком виде спорта и все-таки там информационная война у вас тоже идет плане ну в плане ну да ты говоришь сейчас запугать соперник там или устрашить там идет информационная война да нет я бы не назвал это информационной войной но когда ты выходишь допустим выходит парень и весь сезон показывает первое место как пашку лижников естественно со временем я думаю что вырабатывается некий такой рефлекс о том что все уже понимают кто как бы еще до старта уже все понимают кто должен выиграть но у голландцев тоже вырабатывается такой но я надеюсь да отлично возвращаясь к цска сейчас инициативная группа выступила с обращением к мэру москвы сергей собянина под связано это обращение с тем чтобы присвоить новую станцию метро в районе ходынки имя цска как ты на это смотришь твое отношение к этому я вообще на самом деле думаю что цска имеет полное право на это и был бы очень рад если бы появилась такая станция с такой берет аббревиатурой потому что я уже сказал причины тому невероятное количество спортсменов которых воспитал этот клуб я считаю что много достаточно не только для города делает цска но и для страны в целом с кем-нибудь спортсменов общества из других видов спорта армейских ты общаешься и следишь за какими-то другими видами спорта да мне как бы сложно сложно с кем-то общаться потому что все все свое время я провожу в разъездах но так отслеживаю там посредством каких-то сетей и периодически и расстроился очень когда и симба его получила травму там небольшой ноги как мы знаем а игровые виды спорта денис правивые виды спорта баскетбол смотрел да здесь недавно цска химки играли по-моему да но было дело столичное но относительно столичная практически но все-таки да ну ну один из самых интересных матчей единой лиги втб несомненно да да здорово мне понравилось ну прекрасно прекрасно так что еще кроме спорта я понимаю что большая часть жизни может быть даже 90 процентов занят спортом и все-таки увлечения какие-то есть кино ходить есть увлечения стихи пишу периодически там бывает но уже давно не писал сейчас потому что как раз чемпионата мира это все это было связано никакие мысли об меня не отвлекали но писал стихи там рэп рэп что-нибудь из старенького старенького не могу я не готовился стесняюсь и давно не садился просто все бы трехкратные чемпионы мира так стеснялись да а футболисты может слушать нет но так на всякий случай воздух бог с ними с футболистами один из вот я кстати хотел очень спросить а уже ты высказывался по поводу того что конькобежный спорт нашей стране развивается вот именно твое мнение в чем это выражается вот именно это развитие мы часто достаточно часто бываем в коломне и каждый раз когда я приезжаю из из заграничных командировок я конечно не бросаю тренировки из спорткомплекса крылатская спасибо им тоже большое всегда готовы меня принять там в любое время утром неважно или вечером и также в москве сейчас появилась новая федерация конькобежного спорта и я уже встречался с начальником катка очень понравился дядя рассказал о планах вообще о мыслях продвижения конькобежного спорта и развития и очень мне понравились все его высказывания я думаю что вместе мы сможем изменить эту ситуацию в лучшем также и в коломне вижу наплыв спортсменов молодых большое количество я думаю что в этом на разалок и конечно школа нужна тренерские тренерские кадры очень важны денис а государственная поддержка чувствуется мы прекрасно знаем что министр так но не ровно дышит конька министр спорта но я пожаловаться не могу потому что тренировочный процесс со стороны министерства организован полностью от и до все все сборы и те места которые нам необходимы нам дают поэтому могу сказать опять же только к славу благодарности министерства спорта в адрес министерства спорта csk как помогает в этой ситуации csk как помогает ну денежку они мне платят ну и естественно советами там старших товарищей ну хорошо за день и затронул тему тренеров что у нас тренерскими кадрами стране на сегодняшний день происходит какое-то пополнение некая некая смена поколений потому что знаю что наверно одно время было пор какое-то провальное время когда когда спортсмены все уходили и на сегодняшний день я узнаю несколько несколько спортсменов высокого уровня которые остались в этой профессии дмитрий анатольевич дорофеев и женька валенков но в целом в целом посмотрим нужно время время сколько сколько я только честно но вы еще застанете это время нет дениса небе застоят и конечно да я вообще маленький еще 26 не только это мы знаем сколько какой денис или он не существует в коньках ну наверное все таки существует не знаю мне кажется когда постарше становишься можно чуть переквалифицироваться там где не так жестко это на длину наверное где потише скорости там на десятку успокоить ну да но думаю до 30 можно бежать очень быстро но опять же есть люди которые вопреки всем всем мнениям и тоже клаудио пикштайн там вот раз конечно не попала на на подиум но была очень близко к этому но есть 42 года по-моему или 44 бабушка практически а может уже не практически бабушка конечно 44 женщина эти я сейчас бабушка да артем спасибо тебе большое дедушка наверно мог гипотетически наверно мог бы в гостях у нас трехкратный чемпион мира денис юзков и сказал обладатель рекордсмен в каком неофициальном да на дистанции 3000 метров почему сказал неофициально потому что мужчины на международном уровне не бегают официально не в программе конечно спорта поэтому так вот неофициальный рекордсмен на 3000 метров денис юзков мы продолжим наш разговор после небольшой паузы при подготовке к беседе с тобой я наткнулся на то что в коньки то вообще попал случайно и шел ты совсем другую секцию записываться расскажи вообще как все это куда ты шел и почему все-таки коньки действительно это так шел я забирайте младшую сестру она оставалась на дополнительные занятия по физкультуре и как раз когда пока на там переодевалась я пока ждал увидел как взяли ребята рубятся футбол и подумал что эта секция не футбола на дворе как раз зима была и я был достаточно активным малым и подошел к учителю физкультуры и спросил там можно ли записаться на секцию помню на то время еще в месяц стоило 50 рублей потом я помню как стало 100 я думаю ух ты ничего все уже в два раза подорожала сегодня конечно все смешно выглядит но вот таким образом я туда попал и первый год никаких коньков не было мы занимались снова зале ездили летом в лагере и такая общая достаточно подготовка была там бегали прыгали там игровые в основном вот как-то так началось все это а почему потом ты в итоге ты же уже потом понял о том что это не футбол ты ошибся да да потом в один в один прекрасный день тренер сказал что мы едем на лед и когда да когда я какой-то особо особо не спросил почему едем и едем мы же все едем поиграли что мы все едем да и вот мы приехали на коробку в черкизово и выдали коньки и тоже я смотрю все дела это все отдел вышел по бортику прошелся кружок и я помню что первое первое чувство было крайне неприятное потому что я абсолютно не владел процессом и даже подумал что наверное больше больше никогда не приду сюда а коньки сразу дали вот для конькомерского спорта да да но только они были еще такие мастерские не не те современные которые сегодня есть да там пяточка не отрывалась и ботиночек мягкий был вот но также я увидел как ребята поопытнее закладывают виражи и вот это меня заинтересовало я захотел научиться также потому что видел как это быстро и вот интерес победил вот так вот случай в нашей жизни друзья решает но если не все то по крайней мере действительно очень много главное что оказался в нужное время в нужном месте да это понятно спасибо футболу а ты говоришь вот да вот мы сегодня пришел в секцию футбола записываться хорошо что попал потом по нужному адресу хорошо как попал понятно да но наверняка в жизни очень много раз хотелось на все плюнуть уйти ну немного раз вот честно был один я точно помню и спасибо моей маме которая настояла на том чтобы я все-таки еще походил потому что я помню был какой-то период когда мне что-то все надоело 10 вот как вы сказали захотелось плюнуть и я пришел к маме и говорю да мам там все больше не хочу туда ходить но мама у меня крайне понимающие и она сказала что ну походи еще чуть-чуть если все-таки решишь что ну так значит так мама мастер спорта по волейболу прекрасно и поэтому возможно вам не сто восемьдесят девять сантиметров именно только вот на настояла мама очень и опять я пришел туда и так и остался там но самое самое то что мне нравилось больше всего это то что летом мы ездили в лагеря такие большие там не только мы были там хочешь очень много детей было и наверное как и большая часть детишек того времени и она мечтал меньше времени дома проводить потому что хотелось быть может быть там самостоятельным больше и уже на тот момент я не знаю сколько у меня лет началось все лет 13 в 12 14 15 и на тот момент я уже очень хотел самостоятельности что мне в принципе и давало занятия спортом первый выезд за границу свой помните первое не знаю возможно это был второй выезд за границу я помню что на тот момент мне еще не было 18 лет и естественно требовалось разрешение родителей на выезд и мое разрешение благополучно было где-то утеряно и вот мы приехали всей юниорской команды мы вылетали на европейские старты в городе между юниорами да и вот мы приехали в аэропорт и когда мы подошли уже к этому окошечку контроля всех документов обнаружила что нету и то есть вся команда улетела я остался один в аэропорту позвонили маме она быстренько с утра там съездила еще все это сделала и вот я прилетел один в голландию но хорошо меня там встретил тренер потому что если на тот момент еще английский вообще не владел и один на другой стране как-то совсем трудно себе представлял но там тренера все встретили все слава богу благополучно закончилось пришло сообщение у нас здесь на white sub сообщение утверждения вопрос да здравствуйте вопрос денису и дальше у вас есть племянник он играет как автомобилист есть есть такое илья антоновский очень хороших хоккеист не дают играть не даю андрей ланич разину позвоним завтра андрей владимирович завтра последний матч у них в регулярном чемпионате кстати можно поздравить и дениса юскова дядю его племянник который играет за казалось не он не племянник не племянник его сына это мой племянник это вот этого парня все я это это племянник моей жены все вот теперь мы разобрались в общем родственник мы поздравляем всю семью юсковых с тем что автомобилист попал в плывов да мы сегодня как раз его отец камни заходил к нам в гости антоша привет и как раз уже обсудили эту это достижение с но и весь радостную весть и сейчас он не дают играть сейчас провокация будет небольшая выходит финал цска автомобилист за кого будет болезненько так хороший вопрос каждого цска опять же привет антош не то что поймет понятно поймет давно ли были в кинотеатре давно последнее время фильмы на компьютере смотрю но в основном смотрю тренировки опять же свои и забеги а зачем тренировки смотреть проводится большая работа по анализу видео потому что все ледовые тренировки записываются летом большая часть и летних тренировок записывается есть и тратится очень много часов на то чтобы это снять потом на то чтобы это все переработать и в конечном итоге мы садимся уже с тренером и смотрим где чего не хватает где надо добавить у вас какая-то научная группа есть с вами вместе да два человека я и тренер снимает снимает обычно или массажист снимает или наш тренер по силовой подготовке но они качаются в зал ходит поэтому камеру держать для них большое количество времени это не проблема ну там штатив есть сейчас сказать что штатив мы пока без штатива не пусть по старинке денис опять же вот вычитал я о том что собирался ты поступать высшее учебное заведение удалось пока пока нет пока спорт я вот очень трудно признаюсь выкрыть время потому что вот кажется что что там потренировался пришел лежишь отдыхаешь да в принципе это все правильно но на сегодняшний день тренировки занимают около 6-7 часов в день это специальная информация для олега шатова и просто 6-7 часов когда приезжаю вот приезжаешь на сбор да там первые дни пока вроде свеженький да как бы достаточно легко что-то открыть там прочитайте чтобы то ни было вот но когда проходит уже несколько дней все это накапливается плюс что с каждым годом все и тяжелее и тяжелее да да и начинаешь ценить там каждую минуту дня использовать ее как-то использовать там поспать что-то лучшее восстановление на сегодняшний день которые я знаю доступных это если не с голландцами да у них ну крамер расскажет у них другие средства для восстановления Денис какой ты папа ну не мне наверное надо отвечать на вопрос придешь с ребенком мы у него спросим ну нормально я думаю не лучше наверное но такой нормальный в целом Адриан какой у тебя папа нормальный в целом нормальный в целом нормальный он сам так говорит ну смешно но в принципе я так считаю ну а на ребенку вот какое-то время удается уделить безусловно каждый приезд я стараюсь максимальное времени провести с ним и хотелось бы конечно побольше но это же не навсегда хорошая мысль да я имею ввиду спорт и то время которое он забирает Денис а скажи пожалуйста что ты пожелал сам себе в новом году вот под елочкой под бой курантом да вы знаете для меня как-то за последние пять лет мир ощущений и вообще поменялось и на сегодняшний день кроме дней рождений я праздники как таковые так не воспринимаю наверное как это раньше было вот поэтому на новый год ну чё пожелал быть сильным а под елочку ну это уже на усмотрение того кто будет туда что-то класть а елочка то где была дома здесь все таки да ну хорошо хоть так да то не где-то в италии что нам остается нам остается замечательному позитивному спортсмену и человеку Денису Яскову пожелать успехов обходиться без травм спасибо большое это да очень важно спасибо Денис спасибо что нашел время прийти и с нами пообщаться разрывают тебя в последнее время на части но это тоже они надо выигрывать чтоб не разрывали согласен согласен а мы желаем тебе побед больше новых и здоровья конечно побед и здоровья на этом программа Топ Спорт заканчивается не заканчивается эфир Спорт ФМ дальше Сергей Курманов и Дмитрий Дерунец о Лиге Чемпионов сегодня увлекательный матч как минимум Рома Реал ну и Гент Вольфбург смотрите ну и благодарим